Летний лагерь дневного пребывания детства в Измайловской средней школе работает уже более 10 лет. Каждый год перед открытием лагеря проделывается большая работа для того, чтобы юным посетителям было интересно и познавательно проводить время. О том, чем порадовали ребят в этом году, смотрите в материале Ларисы Вольновой. Здорово провести каникулы в летнем лагере, где, как не здесь, можно общаться с друзьями, веселиться и наслаждаться отдыхом. Для учащихся измайловской школы с 1 по 30 июня работает лагерь дневного пребывания детства. И родители спокойные, и дети присмотренные, и поспят, и покушают. Все, конечно, в этом плане замечательно. Когда я стал ходить в лагерь, у меня появились новые друзья, и я очень рад. Смену посещают 25 школьников. По традиции для отдыхающих в лагере кружки на выбор. Бисероплетение, вышивание, шахматный кружок. В лагере мне можно поиграть, посоревноваться с друзьями. Шашки, шахматы, настольные игры. Увлекательно, здорово. Так как лагерь оздоровительный, для ребят в основном организуют подвижные игры на улице. Веселые старты. Мама, папа, я, спортивная семья. У нас родители приходят, активно принимают участие в наших соревнованиях. Также туристическая полоса препятствий. Заниматься спортом – это важно. Мы здесь играем в вейбол и футбол. Баскетбол, пейнербол. Программа детства всегда насыщенная. В этом году школьников особо порадовала новинка – танцевальные занятия. Дети все талантливы. Они с огромным удовольствием приходят на мои занятия. Раскрываются во время занятий. Просто необыкновенно очень приятно на них смотреть, когда ребенок танцует. В числе любимых занятий мальчишек и девчонок – лепка и рисование. Каждый день в классе появляется очередная выставка юных художников. Мы лепим из пластилина всякие фигурки, рисуем, режем, аппликации делаем. За время лагерной смены дети принимают участие в различных мероприятиях. Еще мы два раза за этот месяц на экскурсии ездили в музей милиции, в музей крестьянского быта. Там очень интересно рассказывали, как жили сто лет назад, как собирали всякие продукты, клубнику, колосси собирали. Прошло только полсмены. На оставшееся время также запланировано много интересного. Традиционные беседы по правилам дорожного движения. У нас запланирована игра ориентированной на местности по станциям. Моя профессия будущая. Ну, другие. После посещения лагеря детства у ребят всегда масса хороших впечатлений. Это самое главное и самое приятное в работе его педагогов. Лариса Вольнова и я, Дамия Елена Кошелева. Видное ТВ.